Марина Африкантова стала звездой номера журнала Дом-2 на этот раз, поэтому для нее строили специальный фотосет вместе с Романом Капаклы и первые кадры уже появились с Сити. И что же публика увидела? Очень фактурный Рома позирует с некой красивой блондинкой, на вид которой не меньше 45 лет. Опять проектные фотографы намудрились редакторами и фотошопом, превратив домовский цветочек в престарелую, но очень ухоженную даму, которая то ли решила сфотографироваться со своим сыном, то ли с молодым любовником. В итоге эту работу пользователи назвали полным провалом, а вот Африкантовой посоветовали больше никогда не доверять проектным специалистам, которые испортили не один десяток снимков с участниками шоу. Лена Хромина уверена, что нравится Артему Сороке и он хотел бы быть с ней в паре, а участники считают, что Артем смог бы приручить Лену. А вы как считаете, друзья? Пишите в комментариях. Кстати, телезрители изумлены тем, как время от времени переклинивает лицо Хроминой. По крайней мере, глядя на стоп-кадры из эфира, трудно не заметить. Глаза участницы Дома-2 почти не открываются, да и рот все время перекошен. Впрочем, у поклонников шоу уже появилось предположение по поводу того, что же творится с Леной. И речь идет не о жаре, уколах ботокса или чем-то подобном. Не исключено, из-за постоянных пьянок Хромина стала опухать. А если так продолжится дальше, девушку не узнает даже родная мать. Более двух лет назад бывшая участница Ольга Ветер стала счастливой обладательницей собственной недвижимости в Москве. Квадратные метры стоили Оле порядком потрепанных нервов и разрушенного брака. Вот только москвичкой девушка стала только на словах. Ни для кого не секрет, что все это время Оля вынуждена была ждать права заехать в собственную квартиру. И это при том, что Дарина Маркина и Никита Кузнецов, выигравшие лишь год назад, давно получили ключи. Стоит ли удивляться тому, что поклонники завалили и продолжают заваливать Ветер вопросами по поводу выигрыша? Вот только порадовать тех, кто за нее искренне беспокоится, Оля не может. По словам экс-участницы Дома-2, она уже устала ждать обещанной жилплощади, ведь сроки откладываются из месяца в месяц. А по последним данным, она должна получить ключи уже в конце апреля. К слову, Ветер не стала скрывать того факта, что ее молчание всего лишь временно и особо подчеркнуло терпение на исходе. А если так пойдет и дальше, руководство шоу ждет серьезный разговор. Алена Савкина намерена заставить Диму Дмитренко извиниться перед ее мамой. Татьяна Владимировна скоро вернется на проект и будет жить на поляне до тех пор, пока зять не принесет свои извинения. Многие знают о том, что буквально на днях Маргарита Овсянникова за периметром встречалась с бывшим участником Антоном Шоки. Сейчас ребятам активно приписывают роман, хотя они оба это отрицают, утверждая, что у них исключительно дружеские отношения. Тем не менее, ходят такие слухи. Овсянникова после отношений с Антоном так и не нашла себе подходящего молодого человека, а потому беседует сейчас с руководством, дабы на проект для нее вернули шоки. Стоит отметить, что сам парень не против вновь стать участником телестройки. Практически ежедневно в своем микроблоге он поднимает тему Дома 2 и вспоминает о том, как строил любовь с Маргаром. Бывший участник Никита Кузнецов рассказал подписчикам Instagram, что спасается от тяжелой болезни позвоночника альтернативной медициной, но опасается, что это в итоге не поможет. Никита столкнулся с тяжелым недомоганием, из-за которого порой не может ни стоять, ни сидеть. У него заболела мышца под коленом и долгое время врачи держали больного на таблетках и обезболивающих. Нога не проходила, и после МРТ Кузнецову определили диагноз – межпозвоночная грыжа. Никита уже проконсультировался у нескольких докторов, однако теле шпугают его страшными последствиями. Кто-то из специалистов предлагает пациенту сделать так называемую блокаду, а другие настаивают на необходимости операции. Первую процедуру звезда считает временной, а второй боится, поскольку многие больные не советуют оперироваться. В итоге поиски альтернативы привели Кузнецова в кабинет остеопата, однако герой настроен скептически и просит у поклонников дельных советов. Подписчики Никиты быстро откликнулись и рассказали свои многочисленные и, разумеется, противоречивые истории, где одни советуют плавание и лечебную физкультуру, а другие – лишь помощь хирургам. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! Подписывайтесь на канал и т校ney KN meg coronavirus.